Доброго времени суток, дорогие друзья! Снова на моем канале. Пользуясь случаем, хочу записать такой небольшой ролик снова про часы Garmin Fenix 3. Сегодня хотел бы рассказать вам о том, что у меня случилось. В общем, я пользуюсь имингет уже три года. И у меня порвался ремень, на самом деле. То есть все началось с того, что порвалась эта штучка, которая держит ремень, фиксирует его. После этого, получается, когда вот эта штучка порвалась, то ремень как бы он не заходил и, ну он торчал. Я на самом деле обрезал немножко ремень, вот и ходил с обрезанным ремнем, потом он полностью порвался. И вот я заказал ремень с Алиэкспресс. И вот такой ремешочек мне пришел, довольно симпатичный, довольно-таки неплохого качества и стоил всего лишь 2 доллара. Я заказал сразу 3 штучки такие. Вот. Вот так вот это выглядит. Меняется все очень просто. То есть в комплекте были отвертки, чтобы вывинтить винты. Здесь вот есть такие вот винтики. Сейчас я приближу, покажу вам. Секунду. Так, сфокусировалось. Да, вот. Вот эти винтики откручиваются и, собственно, меняется ремень. Также один из подписчиков сегодня спросил меня о том, что вот у него сзади потрескалось вот это стекло. Вот. Смотрите, на самом деле вот три года, да, часы я ими пользуюсь. На самом деле, смотрите, они и у меня тоже потрескались. То есть вот у кого тоже есть такие часы и тоже вот треснутая задняя часть, напишите. Очень интересно было бы услышать ваше мнение. Почему это произошло, после чего это произошло и сколько времени вы пользуетесь часами. Вот. Ну, работе это не мешает. То есть, в принципе, все довольно-то четко, четко работает. Вот. Никаких проблем, нарушений нет. Вот. Ну, тема довольно-таки актуальна насчет этих часов и довольно-таки много мы об этом говорим. Также был один из вопросов у подписчиков канала. Спрашивали, то есть, почему вот иногда мигает, иногда нет. Друзья, дело в том, что просто-напросто смотрите здесь, как все это работает. То есть, он не считывает. Он дает нам график, как будто бы, то есть, он строит нам график реального пульса, да, там, за последние 4 часа, там, ну, в аппликации, в приложении, да, через телефон или через компьютер. Мы можем зайти посмотреть, как бы, за 20-30 часа, там, ну, и полностью историю ЧСС, чистосердечных сокращений. Но в реале он не берет, как бы, данные каждую секунду. То есть, он считывает пульс, видите, сейчас перестала. Смотрите, то есть, он считывает пульс, в принципе, каждые, там, 15 секунд, или каждый, там, 30 секунд. И потом уже, поэтому просто строит график. То есть, грубо говоря, каждые 15-30 или, там, минуту он включается, проверяет пульс, выключается, включается, проверяет пульс, и выключается. И потом уже строит нам просто-напросто график. Соответственно, не пугайтесь, если он выключается, все нормально. Часы работают, все хорошо. Это абсолютно ни на что не влияет. Просто если бы он работал вообще постоянно, тогда бы батарейка бы еще больше расходовалась. Теперь, вот эти вот трещины, смотрите, они какие-то поверхностные на самом деле. То есть, самое, что интересное, то есть, я вот рукой провожу, я их не ощущаю. То есть, они как будто как бы изнутри, что ли, не знаю, как вам сказать. Но герметичность сохранилась. То есть, я в них плаваю, купаюсь, и даже в сауну ходил, и в джакузи был, то есть, и ну, то есть, использую их на все сто, реально. Вот, еще интересный момент, смотрите, вот специально так крупным планом, обратите внимание на вот, видите, здесь такой, как белый, как такое, как белые схолы такие. Сейчас я возьму, даже чтобы вам легче было показать. Прошу прощения. Вот, смотрите, вот я вот имею в виду вот про вот эту вот, белая эта полоска. В принципе, ее не было. То есть, это просто вот удары часов об что-то, и вот она вот так вот стирается. Вот, но обратите внимание, что само стекло, то есть, сапфир, он абсолютно здесь, абсолютно чистый. То есть, никаких ни царапин, ничего нет. Это то, что я хотел бы сказать. Еще интересный момент. Ну, в принципе, я это уже освещал, но скажу об этом снова, что почему я использую только вот эту вот рабочую, ну, то есть, вот именно вот этот формат часов, да, скажем так, а не скачивать какие-то другие. Не знаю, почему и с чем это обосновано. Ну, я догадываюсь, скорее всего, это просто, то есть, разработчики, то есть, недостаточно компетентно, наверное, поработали с приложениями, то есть, с этими экранами. В общем, энергосбережение там вообще ужасное. То есть, если на этих, ну, со стандартной, со стандартным вот этим обоими часов, часы работаю, скажем, там, 3-4 недели без подзаряда, вот, то, если я скачиваю какое-то стороннее приложение, стороннее какую-то облицовку часов, все намного красивее, конечно, но реально, то есть, в 2-3 раза падает энергосбережение. Вот, и еще появляется тормознутость. То есть, когда мы, когда, то есть, я беру вот так вот, да, и, сейчас, секундочку, переключаюсь между виджетами, то все это работает, как бы, ну, немножко медленнее. Вот, чем-то, опять же, обоснованно, не совсем понимаю. Наверное, все это оптимизация, и просто-напросто, или просто приложение, так коряво написали. Ну, я имею в виду, вот, именно саму заставку часов. В целом, часами доволен, все супер, как я сказал, уже заказал 3 ремня, вот, и, друзья, у кого такие же часы, расскажите, пожалуйста, как у вас, что у вас обстоит, вот, с этим, с этой штучкой, то есть, если у вас тоже там треснуло, не треснуло, и когда это треснуло, и расскажите, что вы думаете насчет, какой вы используете, какие обои часов вы используете, это будет интересно, и у кого сколько часы держат по времени, то есть, вот, у кого там неделю, две, три, расскажите, довольно-таки интересно. Я, кстати, узнавал насчет замены батареи, батарейку можно заменить, у нас в Израиле стоит это в районе 70 долларов, вот, но пока, как бы, часы держат 2,5-3 недели без подзаряда, всегда с рабочим блютусом, с рабочим мы ЧСС, то есть, со всеми полностью заряжены, и, как бы, поэтому пока, в принципе, не вижу необходимости. Друзья, подписывайтесь на канал, на канале, как всегда, будет много всего интересного, мне интересны ваши мнения, пишите комментарии, я стараюсь всем абсолютно отвечать, мне действительно это интересно. Все, друзья, встретимся, всего вам самого лучшего. Спасибо.